Господин Юнус, я хочу начать блок помощи Украине. В частности, помощь Украине и новые поставки оружия – это ключевая тема переговоров между министрами обороны США и Польши. Руководитель Минобороны Польши приехал к Ллойду Остину в Пентагон. Глава Пентагона отметил важную роль, которую играет Польша в помощи Украине. Это и предоставление оружия, в том числе тяжелой техники, а еще обучение украинских воинов. Хочу спросить вас, вы лучше понимаете ситуацию, находясь внутри Соединенных Штатов. Чего ожидать? Как с поставками? Что нам дадут, а может что-то не дадут или дадут, но позже? В целом ситуация блок помощи Украине. Здесь несколько моментов, которые важно отметить через призму вашего вопроса. Я имею в виду политические заявления за последнее время. Это не только заявление Ллойда Остина и министра обороны Польши. Кстати, министр обороны Польши к вам приехал через Канаду, где сделал тоже определенные заявления на эту тему. Здесь надо вспомнить также последний пакет помощи, который со стороны Соединенных Штатов Америки был в этой связи сделан. И визит вашего президента в Европу. И последнее заявление Кирби, адмирала Кирби, который буквально на прошлой неделе сделал это заявление, когда он сказал, что 98% всего того, что вы просили, подчеркиваю, именно не бронетехники, он подчеркивает именно, ну уточняющий вопрос журналисту, он сказал, до этого сказали, что бронетехники, а сейчас он говорит, нет, я подчеркиваю, 98% всего того, что Украина нас просила. Именно подчеркиваю, он подчеркивал, что Украина нас просила. Я так понимаю, это все через, вот 98, когда они говорят, я так понимаю, все то, что просил генерал Залужный в статье The Economist, ну и плюс добавились к тому, потому что тема вашего наступления, перспективы, она начиналась именно тогда, после ваших успехов, после Харькова и после Херсона, да. Ну а коль это тогда уже было озвучено, и вот сейчас все понимают, насколько это серьезный был процесс, и поэтому вот все эти месяцы, вы заметите, был режим тишины, вот, и как будто бы на фронтах позиция, ну устоялась, так сказать, да, Бахмут я не имею в виду, потому что все то, что вокруг Бахмута, это продолжается еще с прошлого года, с августа месяца, поэтому это другой вопрос, да, так скажем, другой кес, хотя он, конечно, напрямую связан со всей этой войной, просто там у каждой стороны, у каждой воюющей стороны, то есть свои цели и задачи, да, вот, и насколько я понимаю, россиянам не удается, а Украина как будто бы сопротивляется и держит оборону, да, вот в этом вопросе. Вы не дали им возможность иметь тот успех, в первую очередь, в идеологическом плане, чтобы они могли бы это использовать. Вот, что касается всего остального, поэтому вот это затишье, оно, ну, грубо говоря, и Россия это использует, и вы это используете, просто мы понимаем, насколько возможности России сегодня совершенно ограничены, они не имеют тех возможностей, которые имеете вы, а вы все эти месяцы, как вы это использовали, никто сегодня точно сказать не может, потому что никто не обладает всей этой полнотой информации, но все понимают, все понимают, идет очень кропотливая, очень жесткая такая конкретная работа. Вот, по этим визитам, которые происходят сегодня, это визиты не только ваших чиновников, да, во главе с вашим президентом, это визиты, вот даже этот визит, который вы сейчас озвучили, министра обороны Польши в Канаду и сюда в Соединенные Штаты Америки, однозначно также связан с этим вопросом, поэтому, тем более Польша, да, такой страны, которая один из самых ваших настоящих друзей. Поэтому мы должны понимать, как сегодня все, что происходит в политической области, в экономической области, в военно-технической области, в зависимости от должности чиновника, да, который куда-то едет, вот, включая, например, визит, завтрашний визит к Урсоду фон дер Ляйен, да, который прилетит к вам, которые объявили, что она к вам прилетает, вот, там, это же не только тема будущего вашего приема в Евросоюз, если вы же прекрасно понимаете, там есть очень много таких вопросов, которые чиновник такого уровня вполне компетентен решить, поднять вопрос, потому что он завтра может поехать в другую столицу, с другими людьми видеться, поэтому все, что связано с Вашингтоном, все, что связано с Канадой, со странами семерки, вот, с теми, кто входит в Рамштайн, ну, и к куличевыми такими союзниками, которые в той или иной мере имеют какое-то отношение к Рамштайну и к снабжению, вот, вас оружием, у одной страны есть МИГи, вот, например, заметьте, да, в Канаде он сказал, что еще несколько МИГов вам поставят, а до этого Кольша еще вам поставила несколько МИГов, немцы, опять же, сделали свое заявление и так далее и тому подобное, теперь количество самолетов никто не знает, сколько у вас, количество бронетранспортеров, танков, никто четко ничего сказать не может, потому что это, на самом деле, закрытая информация, ну, коль говорят, 98% у вас уже есть, и все из этого делают вывод, значит, все как будто бы есть, значит, не сегодня, а завтра должно начаться выступление, тоже это неверный подход, потому что наличие оружия, это еще не говорит о том, что с этим оружием надо уметь работать, плюс вы понимаете, какое огромное количество ваших солдат проходит обучение в различных странах, вот, и насколько уровень этого обучения уже произошел, где они находятся, приехали они до вашей территории, заняли ли они какие-то конкретные позиции, никто этого тоже сказать сегодня не может, но мы должны в резюме понимать то, что, на самом деле, на карту поставлено сегодня очень много, идет серьезная работа, и все понимают в коллективном Западе, что именно повестку дня будущих переговоров, возможно, потому что рано или поздно переговоры должны будут состояться, потому что рано или поздно эта война закончится, и как раз-таки тезис Соединенных Штатов, в которой они всегда озвучивали, что мы должны сделать все для того, чтобы, когда наступит этот момент, у Украины были выигрышные сильные позиции, да, то есть, а какие эти выигрышные сильные позиции, никто сегодня сказать не может, да, это то, что вы пришли к перешейку, разбомбили Крымский мост, там, окружили этот Крым, то есть, стоите там и оттуда уже ультимативно требуете свои требования, да, по поводу того, что освобождаете эту территорию, уходите добровольно в этом плане, через то же море можете уходить, вот, или что-то другое будет, никто сегодня сказать не мог, поэтому все остальные, это все остальное, это конспирология предположений, да, военные эксперты, которые профессионально разбираются в этом с картой, там, ну, опять же, мой друг Агиль Рустам Заде буквально регулярно выступает на ваших каналах, и буквально вчера последнее его интервью, он четко сказал, говорит, я тоже не могу сказать, когда это может быть, это может быть даже в августе будет, понимаете, потому что вот все то, что я сейчас вам перечислил, это все должно быть завершено, то есть, оно должно прийти к логическому завершению, то есть, торопить сегодня украинское руководство не надо, а в чем смысл торопить данную ситуацию, когда идет подготовка к этому, понимаете, поспешишь, людей насмешишь, да, тем более, когда здесь идет такая война, экзистенциональная, и коль так долго шла эта подготовка, значит, нужно сделать так, чтобы это произошло, чтобы этот удар был мощным, может быть, даже это не один удар, может, даже несколько ударов, никто сегодня на эту тему ничего сказать не может, другое, однозначно только могу сказать, что все то, что в последнее время мы видели спекулятивного, вот эти нарративы, брусы информации всякие, там, вот эти, вот эти, утечка этих документов, никак ничто не отразилось на поддержке Соединенных Штатов Америки и Украины, на взаимоотношения США и Украины, Украины со своими первыми ключевыми союзниками, никаким образом, я вижу, что все идет в нужной тональности, определенные заявления, которые мы слышим, они как раз-таки подтверждают этот тезис, а все то, что иногда заставляет вас беспокоиться, да, это все из неназвленных источников, это конкретные нарративы, которые были вчера, будут сегодня, и они будут завтра, вплоть до последнего дня этой войны, поменьше на них обращайте внимание, смотрите на то, что в публичной плоскости есть, вот на прошлой неделе, например, заседание Конгресса США и Верхней Палаты, и Нижней Палаты, Комитеты по вооружениям и Верхней Палаты, и Нижней Палаты, в Верхней Палате выступал начальник разведки США, национальной разведки США, очень грамотная женщина, кроме этого выступал начальник главного управления разведки Министерства обороны, то есть Пентагона, ну, американский Буданов, так сказать, да, вот, и посмотрите, о чем они говорили, как они говорили, как вопросы им задавали сенаторы из обеих партий, то есть именно тенденция, это однозначно, и лейтмотив только, что надо еще сделать, чтобы помочь Украине одержать победу, то есть не было никого такого, кто сказал бы, нет, пора прекращать и так далее, и тому подобное, вот, тут очень важно в этой связи отметить заявление Кевина Маккартни, который спикер Нижней Палаты, республиканец, который с таким трудом избрался на эту должность, его первый визит в Израиль, как он там русскому журналисту в лицо, вот так, отповедь буквально, да, пощеченную дал своим ответом, вот, это тоже очень важно, что Митч Маккон, его коллега по партии, лидер республиканцев в Верхней Палате, в Сенате, да, он просто это приветствовал, поэтому это все тональности, а вот именно и в Нижней Палате тоже были слушаны, и там также выступал главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии Крис Кавали, заместитель министра обороны США, то есть посмотрите, какие люди на слушаниях выступают, да, какой уровень этих людей, и все, они тоже говорили в Нижней Палате про кассетные бомбы, про F-16, про все остальное, но об тему F-16 ваш президент уже озвучил, когда в Голландии он был с визитом, он тоже это сказал, более того, он уверенно высказал, что мы их получим, мы их получим, но скорее всего, может быть, их получим уже после наступления, а я вам говорил, что в этом году вы получите буквально все, просто другое, что должно вперед попасть, что должно после этого попасть, никто сегодня сказать не может, потому что надо владеть всей информацией, всей номенклатурой, какие цели, задачи там, в зависимости от того, что важнее, например, да, там на поле боя, это же, есть вопрос оборонительного порядка, есть вопрос наступательного порядка, что на повестке дня сегодня очень важно, поэтому в зависимости от того, от этого и решаются задачи, вот посмотрите, как сегодня с Киевом у вас обстоят дела более-менее хорошо, сегодня Шахида, все 35, все были сбиты, а до этого Кинжал, который прилетел к вам, и Петриот сбил, все знают, что это сделал Петриот, то есть Киев сегодня надежно защищен, насколько это можно говорить надежно, но во всяком случае, сегодня уже все понимают, что столица, это главный центр, политический центр, пускай они, чтобы много чего происходило, они не могут сегодня туда прорваться, и тут очень важный момент, почему они вначале этого не делали, когда у вас не было этих возможностей, потому что они готовились к параду, у них была парадная форма, им нужен был целый такой город с цветами, крещатик и все остальное, как можно это бомбить, это же будут видеть, а как они это объяснят своим гражданам, ну и вот, а этого не получилось, а сегодня уже город защищен, а точечных бомб у них нету, тем более, когда банковая находится в таком окружении, да, солидном, и Киевская, и Печерская, и Лавра рядом, и посольство Китая рядышком, понимаете, еще не дай бог туда попадут с их умениями, да, высокоточных, так называемых, поэтому мы это все понимаем, и это я все так в объеме говорю, чтобы зрителям было понятно, лично у меня, если мы смотрим через призму поддержки США, их непосредственных союзников, их отношения к вашему наступлению, и перспективам после этого наступления, опять же, эти разговоры, когда кто-то вам говорит о том, что вот на этом наступлении все решается, это тоже неправда, это тоже неправда, люди военные здесь, они все прекрасно понимают, как это решается, одним таким наступлением, все не может решиться, другое дело, это может внести определенную тональность в эту войну, и в политической составляющей, и идеологической, информационной, и моральной составляющей в том числе, но как это будет дальше выглядеть, это все никто сказать не может, но можно плюрдо сказать, что на этом, на этом поддержка Украины не закончится однозначно, потому что с такой дистанции, где больше половины даже пройдено, и столько вложено, возвращаться себе дороже тем же американцам, да поэтому, как я говорил, могу еще раз повторить, американцы в этом вопросе с вами пойдут до конца, и постараются довести этот процесс до полного завершения вашей победы. За Патриот Украина отдельно благодарна Соединенным Штатам, безусловно, закрыть небо просила Украина с первых дней широкомасштабного вторжения России в Украину, и сбитый кинжал, конечно, это шикарный сигнал о том, что вот то, что они называют аналогов нет, и не сбиваемая ракета, оказывается, что она сбиваемая, и Патриот, конечно, закрывает Киев. Но, к сожалению, мы помним и трагедию, которая случилась в Умане, тоже не так давно, где погибло шесть детей. Это говорит о том, что Патриотов нам, наверное, нужно больше, не наверное, а точно нам нужно больше для того, чтобы максимально эффективно закрыть небо над Украиной. Как думаете, пойдут ли Соединенные Штаты на то, чтобы увеличить количество Патриотов в Киеве, в Украине? Однозначно, однозначно, я не сомневаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok